Кофе. Какой очаровательный напиток. Легенда гласит, что кофе был впервые обнаружен эфиопским пастухом коз, который заметил, что его козы энергично танцевали после того, как съели красные ягоды с определенного куста. Этот любопытный пастух решил сам попробовать ягоды и обнаружил, что они придают ему заряд энергии. Он привез находку обратно в свою деревню, чтобы поделиться ею. Из Эфиопии кофе распространился в Йемен и Турцию. Арабы культивировали и разработали методы обжарки и заваривания, чтобы получить то, что мы сейчас называем кофе. Именно арабские торговцы начали привозить кофе на родину по торговым путям. Первые кофейни открылись в арабском мире в 15 веке и стали популярными местами для общения. Голландцы были первыми, кто импортировал кофе арабика в Европу. Основав кофейные плантации на Яве и Цейлане, к 17 веку кофейни распространились от Ближнего Востока до Англии. Россияне впервые познакомились с кофе в 17 веке через торговые пути из Средиземноморья и Ближнего Востока. Однако по-настоящему популярность там обрела лишь позже. В те времена чай был любимым горячим напитком россиян. Но Петр Великий очень хотел, чтобы Россия модернизировалась и стала больше походить на западноевропейское общество. Поэтому когда он побывал за границей и увидел, как европейцы любят кофе, он решил перенести эту тенденцию и в Россию. В начале 18 века он открыл первые русские кофейни в Москве и Петербурге. Кофе постепенно начал завоевывать популярность в течение следующих 100 лет, хотя чай оставался королем. В советские времена кофе снова стал дефицитным из-за экономического кризиса. Но сегодня кофейная культура стремительно распространяется в российских городах наряду с международными сетями кофейн. Кофе – напиток не просто популярный, а любимый. Но есть мнение, что после 50 лет с ним пора попрощаться, так как он негативно влияет на сердечно-сосудистую систему и вызывает повышение артериального давления. Так ли это? Новые исследования не выявили взаимосвязи между нарушениями работы с сердцем и употреблением кофе. Более того, напиток признан полезным для людей среднего возраста и старше 50 лет. И тому есть причины. Кофе содержит кофеин, который и обуславливает его влияние на организм. Напитки без содержания кофеина работают совершенно иначе, хотя обладают схожим вкусом. Кофеин действует как стимулятор, нервной системы мозговой активности физической выносливости. Содержание кофеина в напитке примерно 100 мг на кружку. Это почти в два раза больше, чем в зеленом чае, отчего и эффект развивается быстрее. Через 15 минут после употребления кофе активизируется работа мозга, в тонус приходит сердечно-сосудистая система. Это позволяет взбодриться, встряхнуться, что очень помогает при выполнении рутинной или сложной работы. Кофеина обладает антиоксидантным действием. Он оказывает несколько положительных эффектов, защищает головной мозг от возрастной дегенерации, болезни Альцгеймера, Паркинсона снижает риск болезней печени, активизирует регенерацию гепатоцейтов и защищает от жирового гепатоза, снижает риск онкологических заболеваний. В рационе людей после 50 лет кофе присутствовать должен. Но пить его нужно правильно. С этим напитком все определяется дозировкой. В большом количестве кофеин вызывает бессонницу, тремор рук, сердцебиение, частую потребность в посещении туалета. Достаточное количество негативных эффектов не имеет, но достаточность определяется строго индивидуально. Научные рекомендации следующие, взрослому человеку безопасно употреблять до 400 мг кофеина в день. В пересчете на объемы это 4 кружки черный и зеленый чай тоже содержат кофеин. Кофеин не станет причиной бессонницы, если употреблять его до 3 часов дня. После 8 вечера он мешает уснуть практически каждому человеку. При приготовлении кофе используйте как можно меньше сахара. А лучше пейте напиток без подсластителей. Сахар снижает антиоксидантное действие напитка и служит источником дополнительных калорий, которые вы, не замечая, употребляете ежедневно. А это грозит лишним весом и развитием сахарного диабета второго типа. Кофе нельзя пить на голодный желудок. Он повышает кислотность желудочного сока и может спровоцировать развитие гастрита, язвы. Его лучше употреблять после завтрака. Витаминный состав кофейных зерен благодаря витамину В1 регулируется работа обменных процессов и оптимизируется работа желудка, которые, в свою очередь, тесно связаны с жизнедеятельностью сердца и мышечной системы. Употребление витамина В2 необходимо для нормальной работы органов зрения и нервной системы, для достаточной выработки гемоглобина. От витамина В2 зависит состояние кожи, упругость ногтей и рост волос. Добавление в рацион витамина Е способствует обновлению организма, укреплению иммунитета, регенерации кожных покровов. Благодаря витамину ПП улучшается строение сосудов и мышц, улучшается работа органов пищеварения. Влияние витамина на нервную систему способствует выработке дополнительной энергии в организме. Банковская карта для детей до 14 лет лучше наличных, помогает присматривать затратами ребенка, приносит бонусы за покупки, Учит финграмотности взрослым без карты Тинькофф выпустим нашу лучшую дебетовую карту, чтобы бесплатно переводить деньги ребенку.